В трудовой книжке заведующей женской консультацией Елены Хасановой всего два места работы. Томско-медицинское учреждение и Лобытнанская городская больница, в которой она проработала более 20 лет, помогая обрести счастье материнства семьям земляков. Сегодня коллеги торжественно проводили Елену Васильевну на заслуженный отдых. Репортаж Ирины Волокитиной. Она любит свою работу, она любит своих пациентов. Каждой женщине, нуждающейся в ее помощи, Елена Хасанова старается отнестись с душевным теплом, учесть все ее особенности, требования и даже настроения. Я бы сказала Елене Васильевне спасибо за моего сына, которого мы вместе с ней выносили. Благодаря именно Елене Васильевне это вообще стало возможным, что он появился во мне, у меня. Она приложила к этому немало трудов. До того, как я забеременела на протяжении всей беременности, сопровождала, оберегала. Одна из главных составляющих успеха Елены Хасановой – высокий профессионализм. В Лобытнанскую больницу она уже пришла опытным специалистом в конце 90-х. Первое время работала врачом-акушером, затем возглавила женскую консультацию. Ей удавалось совмещать и руководящую должность, и врачебную практику. Мы работали с Еленой Васильевной еще на участке, принимали беременных, принимали гинекологических женщин. Очень комфортно, спокойно. То есть Елена Васильевна всегда подскажет, расскажет, что… Потому что я пришла, немножко не знала этой работы участковой. Я перешла из другой больницы. И было очень комфортно, очень хорошо, потому что Елена Васильевна все доступно, все ясно объяснила. Елена Васильевна – это добрый, отзывчивый руководитель, который всегда поможет мудрым советам и наставлениям, когда это нужно. Благодаря ей в нашем коллективе всегда атмосфера тепла, уюта, взаимовыручка и взаимопонимания. Красивая, умная женщина, хороший акушер-гинеколог, профессионал, которая отдала лучшие годы, знания свои и умения на благо жителей города Лабытнанга. Я хочу от всего сердца по-человечески сказать ей большое-большое спасибо. Мне очень жаль расставаться с таким специалистом, и я думаю, мы очень много потеряем, когда она уйдет, потому что мы потеряем хорошего человека, замечательного заведующего женской консультацией, акушер-гинеколога и врача УЗИ, и профессионал, и хороший человек. За время, что я работаю в этой больнице, на сегодняшний день я не слышала ни одного плохого слова, ни от одного пациента в ее адрес. 28 мая стала последним днем работы Елены Васильевны в городской больнице. Она решила уйти на заслуженный отдых и уехать за пределы округа. Торжественное собрание стало достойным завершением ее трудового пути длиною в 30 лет. Как переживали за каждую свою подопечную. Я была в их числе. Сегодня таких, как я, сотни в городе. И вы являетесь мамой невольной, крестной для очень-очень многих детей. Теплые слова признательности, цветы, подарки. Виновница торжества едва сдерживала слезы. Для меня сегодня такой день ответственный, можно сказать. Прощаюсь с своим коллективом, прощаюсь с городом. Хочу сказать всем большое спасибо. Хочу сказать, что у нас очень хороший дружный коллектив. У вас впереди новая жизнь, говорили Елене Васильевне и коллеги. И тут же с надеждой добавляли, мы будем ждать вас обратно, доктор. Ирина Волокитина, Сергей Антропов, Дмитрий Сверид, программа «Время местное». Спасибо.